Всем привет! С вами художник Степан Кашелин. Сегодня я в ГУМе, и сегодня я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. В этом Новом Году снега нет, нету снега, по-моему, даже искусственного. Вот, я был прав, нету снега искусственного. И вообще, можно ходить без перчаток, и можно ходить без шапок. Без шапок. Конечно, это не лето, но... Но все же, хотелось бы снега, потому что нету новогоднего настроения без снега. Единственное, что я могу сам вам создать новогоднее настроение, находясь в таком прекрасном месте. Значит, 31-го числа, 31-го числа на моем канале в Ютубе смотрите подарок для вас. Я делаю сейчас видеоурок. Не буду говорить, как он называется. Знаю только самые близкие. Вы тоже мои близкие, но вы не знаете. Вот, посмотрите, какая красота в Ютубе. Сейчас, кстати, кадр посмотрел. Смех смехом, я на Рафаэл Кенка похож. Вот, ну, что-то такое вот есть. Что-то такое есть. Вот, елок очень много, потом очень много открыток. Вот, посмотрите. Я очень люблю старинные открытки. Имейте в виду старинные не времен Николая II и раньше, а открытки, открытки советского периода. Они, кстати, очень хорошие. Вот, очень люблю ГУМ, потому что ГУМ всегда создает вот это вот ностальгическое настроение, сказочное настроение. Елка прелесть. И вообще сегодня прелесть. Вот. Я надеюсь, я вам немножко поднял настроение. Без снега оно у вас новогоднее. Вот, и у меня оно немножко улучшилось настроение. Хотя, честно говоря, когда я вышел на улицу, я работал, и мне некогда было выходить на улицу. Но я когда вышел на улицу, я увидел, что снега нет, и как-то стало немножко кислоба. Но надеюсь, в саму новогоднюю ночь у вас настроение будет хорошее. Вот, посмотрите, что продают. Боюсь, что звук не будет слышно. И вторая вещь, которую я боюсь, это то, что может сесть аккумулятор. Вот. Но тут хочется много чего снять, потому что тут очень красиво. Я вообще это место очень люблю, но это я уже сказал. Повторяться не хочу. Вот. Повторяться не хочу. Здесь есть много кафушек, которые я люблю. Я думаю, что каждый человек, кто был в Москве в Уме, у него тоже есть любимые кафешки. К примеру. А еще мне нравится вот эта инсталляция. Вот такие тут скамейки. Сейчас поднимаюсь на третий этаж. Здесь есть замечательное кафе фестивальное. Еще одно хорошее кафе, столовая 57. Не буду я рассказывать, что я здесь все свидания проводил. Это секрет. Но очень нравится. Столок с этим. Столок с этим. Вот такие облака красивые. Как говорил Сатурнан, наши люди никуда не пропадут никогда. Потому что у нас единственная страна, где мороженое едят в зиму, когда холодно. Но мы действительно никуда не пропадем. Куда мы с вами пропадем? Тем более такая красота. Вы не подумайте, что я снимаю рекламу, мне за нее никто не платил. Это просто... Кстати, необычная елка. Елка очень необычная. Ну так вот, за рекламу меня никто не платил. Я рекламирую новогоднее настроение. Сегодня позволяю себе погулять, не работать. Во-первых, Новый год. Во-вторых, я устал. Но год был тяжелый. Что я могу сказать? Год был тяжелый. Выяснилось, что не только у меня он был тяжелый. Он был тяжелый у многих. Я надеюсь, что 2018 год будет лучше. И нам с вами всем повезет. Вот это самое главное. Будем оптимистами. Поздравляю еще раз вас с наступающим 2018 годом. Дай бог вам здоровья. Дай бог счастья, встречи в жизни. И развивайтесь как художники. Это очень важно. Вот такая елка стоит на месте фонтана. Почти до потолка. Здесь то елка, то голубядня. Что только не поставят. Один раз даже арбузы плавали. Вот такие снегурчики у елочек стоят. А я вроде как Дед Мороз. Только без бороды и без волос. Но на фоне этого, конечно, тоже настроение очень праздничное. Вот такие интересные елки. Жутко интересные елки. Просто как художнику оторваться невозможно. Это вообще елка какая необычная. Первый раз вижу в жизни елку с шапкой. С зимней шапкой. Связан. Ну вот это вот разумно. Елка с подарками. Вот так вот без снега. Но зато хорошо украсили Никольскую улицу. Итак, я поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. С вами был художник Степан Кошерин.